Всем привет! С вами Катя. Сегодня у нас вторая часть разбора гардероба. Поехали! И мой самый базовый, самый любимый жакет из Массимо Дути. Очень часто про него спрашиваете, откуда он. Очень часто меня спрашиваете про него, когда я в нем. Он очень классно смотрится. Он, правда, такой солидный. Вот, кстати, в Массимо Дути мне тоже очень нравится. Это на самом деле костюм. Тут брюки как раз-таки тоже бананчики. Можно и просто на ежедневной основе. Но вот эти брюки я хочу укоротить. Мне не нравится сейчас их длина, поэтому они отправляются в кучку на перешив. Знаете, я вот так сейчас смотрю на этот вот жакет-хаки. И я понимаю, что у меня достаточно много жакетов. И я их предпочту, чем вот этот. Потому что меня не устраивает сейчас на данный момент в нем длина. И меня не устраивает вот эти вот как раз-таки рукавчики. Поэтому я от него избавлюсь. Платье вот это. Оно мне безумно нравится. Мне очень нравится эта ткань. Я надеюсь, вам видно, да, какая тут ткань. Она переливается. Тут вшит люрекс. Мне очень нравится, какие здесь цвета использованы. Это черный. Черный, розовый. Очень красивое твидовое платье. Кстати, сейчас твид снова, так знаете, так скажем, входит в моду. И мне оно... Я от него устала, как от платья. И я его хочу перешить на топ плюс юбка. Потому что я уверена, что юбку я буду носить гораздо чаще, чем платье. Ну, это у меня так всегда. Потому что я юбки ношу, правда, чаще, чем платье. И мне бы хотелось иметь такой топ в своем гардеробе. Во-первых, он будет очень круто. Просто с какими-нибудь синими джинсами. С простыми просто на каждый день. Да, несмотря на этот люрекс. В общем, у меня идея таковая. Такова. Такова. В общем, это на перешив. И я надеюсь, вот прямо в ближайшее время это отнести все и перешить. Платье. Густиная лапка. Это Массима Дути. Такое одно из моих любимых платьев. Это было, знаете, как второе платье на свадьбу к друзьям. Вот. Первое было такое более вечернее. А это второе я потом переодела, чтобы было комфортнее танцевать. Но при этом было достаточно нарядно. Но в целом я в таком. Оно на самом деле на запах. Так непонятно, когда оно висит. Кстати, от этой вешалки тоже надо избавиться. Так оно не будет сваливаться. И вот это платье вот такое вот на запах. И на самом деле на него стоит пришить, знаете, вот сюда дополнительную кнопочку, чтобы оно не разъезжалось. Вот. И мне нравится, смотрите, здесь как классно сделано. Вверх более крупная гусиная лапка, чем низ. То есть тем самым не увеличивает сильно бедра. Люблю это платье. Кстати, платье подобного плана я ношу и зимой тоже. То есть оно достаточно легкое. Но зимой я тоже такое ношу. Я могу, например, надеть сверху какой-то свитер. Тот же жакет. Кстати, еще одно из любимых таких платьев мини. Это платье вот такое в цветочек. Вот это такое базовое платье. У него очень красивые. Опять-таки цвета именно все на платье. Именно мои базовые. То есть красный, зеленый, молочный. Оно одновременно и женственное. И в то же время его можно и с кедами носить. Очень летящее. Из-за того, что у меня долгое время был комплекс моих рук. Как раз-таки именно когда я поправилась. Сейчас я проще отношусь к своему телу. Я его, так скажем, полюбила. Но это не значит, что я не хочу его улучшить. То есть знаете, как такой вот бодипозитив. Но это не значит, что я хочу оставаться толстой. Просто я полюбила себя на данный момент такая, какая я. Есть, потому что прям вот так вот в момент я не могу сразу резко похудеть. Я уже на 10 килограмм похудела. Если вы не помните, я снимала еще такие видео по поводу похудения. Сейчас я, по-моему, их закрыла. Потому что просмотров было мало. Я решила, что их закрою. Так вот, из-за того, что у меня был комплекс рук толстых. Мне очень нравилось покупать что-то с более длинным рукавом. Даже на лето. И в этом, кстати, летом было очень комфортно. Кстати, еще его люблю носить именно с джинсовкой, с чем-то таким. Платье. У меня здесь две новинки. Одно лайм. Видели наверняка в моем шоппинг-влоге из лайм. Я его безумно полюбила. Сразу, как я его увидела, я поняла, что я его точно куплю. Оно идеально на меня просто село. Идеально подчеркнуло мою фигуру. Ну, правда, когда я похудею, оно будет мне чуть-чуть великовато. Но все равно оно мне безумно нравится. Своим нежным цветом. Своими вот этими вот... Своим отложным воротничком. Вот этими вот рукавами. Короче, классное платье. Оно новенькое. И, соответственно, вот это платье. Вот сейчас побольше хочу подобного плана зеленого в свой гардероб. Это, во-первых, тренд. А, во-вторых, мне, правда, нравится этот цвет. И вообще в целом зеленый. Бренд 12 Stories. Очень красивое такое базовое черное платье на бретелях. Оно именно такое, знаете, прям летнее. То есть ткань у него больше располагает к носке именно летом. Еще одно миди-платье. Уже в горошек. Кстати, в горошек здесь такой именно молочный. Он не белый. Очень такой женственный. Здесь красивый такой разрез. То есть ножка так оголяется. Тоже мне нравится. Кстати, я ношу тоже в разных интерпретациях. Тоже надеваю сверху и там и свитшот, и какой-то свитер. Платье. Одно из моих таких прям самых-самых любимых. Это Massimo Dutti. Очень любимое мною. Потому что здесь и коричневый, и черный цвет. Тут такой базовый. Базовые, опять-таки, мои цвета. Это коричневый и черный. Ношу его именно в такой летний-весенний сезон. Зимой я его, кстати, ни разу не носила. И я вот не понимаю, почему я его оставляю в зимнем гардеробе. Самое интересное, что я вам стала снимать про разбор гардероба. И именно с того сезона, с которого мне сейчас приходится обновлять полностью. Потому что у меня летнего гардероба практически нет. У меня остался слегка вот весенний. Поэтому очень много именно летних вещей. И зачистка, поэтому, можно сказать, никакая. Вот это платье, кстати, тоже. Вот видите, оно после химчистки. Это платье я покупала себе на свадьбу к Мире. И я думала, что оно будет как такое, знаете, платье парадное выходное на выход. В итоге я в чемодане положила, в чемодан с собой брала автозагар от Clorans. И он протек. И в итоге мне в химчистке не смогли это отстирать. Это не сильно видно на самом деле на Бодоле. Но все-таки видно. Поэтому благо это только внизу. Поэтому я хочу снова-таки укоротить это платье. И, кстати, это платье даже будет более носибельным и более базовым для меня, чем платье Миди. Потому что как-то платье Миди более запоминающееся. И, например, платье Миди я смогу носить с большими вариациями. К примеру, сверху надеть тот же свитшот, тоже худи какое-то. И делать из него более какие-то такие повседневные образы. Платье это Zara. На самом деле в комплекте также еще входил ремень. Возможно, в ремнях он еще остался. Горох. Очень люблю это платье. Это платье Миди. Я его ношу как с кедами, так и с ботфортами. И на каблуке, и без каблука. И ношу я его круглогодично. Прямо реально вот это вот платье. Я могу носить круглый код. Наверное, за счет того, что это правда черный цвет. Но как-то вот в моем гардеробе черный максимально универсальный. Кстати, вот такой вот зеленый тоже максимально универсальный. Именно потому что он хорошо смотрится и летом, и зимой. Что касаемо этого платья, кстати, это тоже Zara. Мне оно нравится. Оно такого прямого кроя, мини. Но, кстати, вот мне кажется, вот это вот платье я все-таки люблю больше зимой носить, чем летом. С какими-нибудь ботфортами. Но так как у нас лето непонятное, ботфорты можно будет, скорее всего, и летом носить. Ну и вот такое вот черное платье. Знаете, видео больше похоже на то, что я просто вам показываю свой гардероб. Так, скажем, это проба пера. Попробую сейчас достать из кровати. И также донесла различные свитера и кофты. Водолазка. Блин, так, сколько раз себе говорила. Перед... Зачищаем только те вещи сейчас, которые относятся к сезону. Поэтому эта вещь, как бы я сейчас бы не хотела бы от нее избавиться. Я от нее буду избавляться только перед самим сезоном. Ну, вот эта вот вещь внесезонная, это что-то парадно-выходное. Как видите, это даже с биркой. Таких вещей, на самом деле, у меня редко можно встретить. Но вот это как раз-таки вещь тоже из ботика. Это были остатки. На тот момент он мне был как раз. Но единственное, он мне не подходил по длине. Я его так и не перешила, так его никуда не выгулила. И сейчас он невелик. Поэтому я думаю, что я его отдам другой какой-нибудь девочке, чтобы она радовалась. Юбочка. Кстати, вот эта юбка я вообще люблю. Особенно летом. Стиль бог и что-то такое этническое. Это такая супер-мини-юбка. Но опять-таки я в нее, думаю, сейчас уже влезу. Нос натуго. Но так как к лету я надеюсь, что я вернусь в форму свою привычную, то это пока остается. Потому что я очень люблю эту юбку. Кстати, она очень старая. Очень старая. Это Pull&Bear. И ну ей больше 10 лет. Реально больше 10. Я ее носила, правда, очень часто. Это настолько вот, понимаете, давно я люблю этот стиль. Вот этот стиль бога. Я помню, у меня первые казаки появились лет 18. Может быть. И они были настолько удобные. Я их просто затаскала. Там был такой небольшой устойчивый каблук. Они были широкие в глинище. Были максимально удобные. И я ничего похожего больше, к сожалению, не встречала до сих. В зиму идет. Но он у меня под вопросом. Будем смотреть, какое у меня будет настроение именно осенью. Вот этот свитер я безумно люблю. Это H&M коричневый с горлом. Почему тот под вопросом? Кстати, тот Massimo Dutti. Очень хороший состав. Потому что я поняла, что я не очень люблю V-образный вырез на свитерах. То есть мне нравятся кардиганы. По сути, тоже V-образный вырез. Но свитер мне хочется, чтобы он был либо горлостойкого. То есть такой я тоже, на самом деле, не очень люблю. Но этот прям максимально теплый. И этому я прощаю. Но в целом я люблю, чтобы был либо горлостойкий, либо просто круглый ворот. Я поняла, что другие я не ношу. Они мне просто не нравятся. Мне не комфортно у них. Но пока эти остаются. Вот этот вот свитшот. Я, естественно, буду его носить и летом. Гарвард. Кстати, я хочу еще подобный свитшот купить. Только более длиненый. Показываю в Pull&Bear, который мне больше всего понравился. Правда, это не свитшот, это было платье. Потому что вот здесь вот меня на самом деле начал бесить вот этот вот материал. Он такой, как будто бархат, но не бархат. Ой, мне так жалко из своего ящика. Сейчас вот видите, да, как у меня в ящике вещи лежат. Именно потому, что так они лучше влезают. Ну да ладно. Базовый худи. Любимый. Это Levi's. Я очень люблю Микки Мауса. Блин, я просто такой ребенок. Гарри Поттер, Микки Маус. Но сейчас стараюсь вот Микки Мауса себе вообще не покупать. Одно время у меня прям было очень много и футболок с Микки Маусом. Сейчас прям очень стараюсь этого не покупать. Потому что у меня и так довольно детское лицо. А когда очень много принта Микки Мауса, да, если это одна футболка где-нибудь, да, и все остальное более-менее соответствует там возрасту. Я просто выгляжу слишком инфантильной, и мне это не нравится. Вот. Так. Вот такой вот кашемировый джемпер полупрозрачный. Интими Сими. Я его любила именно носить под что-то, как дополнительный слой для тепла. Я думаю, что на лето я его оставлю. Мне кажется, что такая тонкая вязка, может быть, я его буду еще носить. Не до конца уверена. Кстати, можно на самом деле пока что кофты вот сюда складывать, а потом переложить их аккуратно. Почему я не люблю, чтобы кофты так хранились, именно стопка, вообще ничего не люблю, чтобы так хранилось. В идеале для меня все это ящики, свитера с кофтами, и потому что вот, например, вот тот вот второй слой я не вижу, мне до него сложно добраться, и в целом вообще, когда это лежит в стопку, ты достаешь что-то из-под низа, и, как правило, вверх это все вот так вот перековыривается, и мне это не нравится. Поэтому я хочу вот подобные какие-то ящики, потому что ты достал, ты все видишь. Даже если полка, то хотя бы вот с таким вот ящиком. В идеале, чтобы он был... Ну вот, например, под юбки, шорты мне, в принципе, понравился такой. Я бы взяла бы, сделала бы здесь еще дополнительную полку, чтобы разделить, и тогда такие тонкие ящики было бы хорошо. Но для свитеров такое не очень, то есть хотелось бы чуть побольше. В общем, вы выслушали мои изъяснения. Кашемировый джемпер из Massimo Dutti, он объемный, я покупала его, помню, на скидках, это XL размер. Например, цвет очень летний, и мне кажется, что ему в летнем гардеробе будет комфортно. Во-первых, потому что все равно будут какие-то прохладные вечера. Вот у нас в Москве нет такого супер жаркого лета, поэтому можно оставить его, потому что он тонкий, и несмотря на то, что там V-образный вырез, мне на лето для меня это уместно, на зиму не очень. Я куда-то профукала шнурок с этого хузи, ну, в принципе, меня это не сильно смущает. Опять-таки Mickey Mouse, да, серый. Ну, что делать? Тоже, кстати, Levi's, она в очень хорошем состоянии, она плотная, она с таким начесом. Я люблю у Levi's худи, свитшоты и джинсы. У меня этого много, кстати, вот мужа я тоже там часто покупаю. У мужа тоже в основном все джинсы из Levi's. Еще мне нравятся худи, если говорить по поводу них. Каждый раз, когда нахожусь в Pull&Bear, вам об этом говорю, мне нравятся у Pull&Bear еще худи. Они хорошие по качеству, они плотные, и очень много классных цветов. Кстати, надо зайти туда, посмотреть, есть ли там зеленый модный цвет худи. Если оно есть, я его точно себе куплю, потому что я вам уже говорила, мне нравится этот цвет. Худи снова с Mickey Mouse розовое. Ну, как бы, что говорится. Кстати, цвет 2 худи я покупала достаточно давно. Одно года 4 назад, другое года 3 назад. То есть в разное время они покупались. Это буквально, по-моему, мне кажется... Господи, что такое? Мне кажется, в 2020 году или в 2019 в конце я его покупала. У меня насморк на самом деле не от того, что я простыла, а от пыли. Потому что все равно сейчас вот это все перетряхивается. И хотя вчера убирались, мне даже вчера приходила уборщица. Ну вот у меня на пыль такая история. Я не доставала из ящиков свою спортивную форму, потому что я ее точно перебирать не буду, там все с ней ок. Ну вот в спортивной форме это вот чисто вот кофта, которую я ношу именно в зал, когда прохладно, либо чтобы в зале как-то прикрыться, если особенно иду на йогу, либо вот до зала дойти. То есть она такая укороченная, она такая прям вот по фигуре. Я такое на повседневку не ношу, но вот у меня она такая имеется, она такая скорее как в зал. Ну иногда тоже можно еще куда-то ее выгулять, так скажем. Кофта тоже идет в зимний гардероб. Я такое летом не буду носить, потому что она такая пушистенькая. У меня это не ассоциируется с летом, и мне в этом будет некомфортно летом. Поэтому она идет в зимний гардероб. Если я так сижу, вам меня там плохо видно, зато там хорошо видно. Кстати, вот этот вот свитшот такой салатовый я покупала на скидках в H&M. Это размер XL. Прикольно он сел. Думала, что мало буду носить. Думаю, ну так часто, чисто по приколу, но на самом деле носила его достаточно часто. Очень мне этот цвет нравится. Он такой и не салатовый, и не желтый. В общем, что-то промежуточное. Классное на самом деле оказалось. У меня есть различные вот такие вот трикотажные кофточки. Я вот не знаю, стоит ли оставлять их на лето. У меня, ну знаете, с удлиненным рукавом. То есть вот одна такая молочная, и одна вот такая вот песочного цвета. Вот эта Zara, это Be Free вообще. Кстати, тоже очень достаточно вот эта вот старенькая. А эта такая более новенькая, но тоже старенькая. Новенькая, но тоже старенькая. Красная, я изъясняюсь. Не знаю, я не уверена, что я буду это носить. Вот эта прям сильно плотная, поэтому я думаю, что это точно отправится в зимнюю. А вот эта, она более легкая, возможно, ее буду носить. Поэтому ее в шкаф, полку. Кстати, вот почему-то в летнем нашла рубашку. Вот такую вот в клетку. Люблю рубашки в клетку. Раньше их было в моем гардеробе еще больше. Они были именно вот такого формата. Я не знаю, помните вы или нет. Ну, лет, наверное, 6 назад были прям в моде вот такие вот рубашки в клетку. У меня прям было их, ну, реально штук 10. Вот это, видимо... Ну, это не с тех времен, это чуть попозже. Она такая байковая. Сейчас я люблю более объемные рубашки, но в целом иногда хочется такое что-то по фигуре. Мне надо ее померить, подумать. Мерю, подумаю и решу. Футболка, кстати, тоже очень давно в моем гардеробе. Мне нравится ее нежно-розовый цвет. Мне на самом деле нравится ее ткань, несмотря на то, что это синтетика. Это, кстати, Zara. Размер S. Она такая оверсайзная достаточно. Она не меняет, мне это в ней очень сильно нравится. Но в супер жаркие дни в ней, честно говоря, некомфортно из-за ткани. Но она мне прям нравится. Кстати, старушка вообще еще та в моем гардеробе тоже. Не меньше 5 лет ей точно. Мне нужно их померить, влезу ли я в них и определиться с ними, потому что в целом они мне нравятся. Брюки превращаются. Вот такие летние брюки. Не знаю, что-то среднее между джогерами и брюками-бананами. Потому что они также, вот видите, сзади тут идет резинка. Здесь есть вот такая вот куриска. То есть они вроде и спортивные, но в то же время их хорошо. Кстати, я их покупала одновременно с тем вот жакетом из манго. Это тоже, кстати, манго. И это получилось как костюм. Очень классно они по цвету комбинировались. Люблю эти брючки летом носить. И куда мне их деть? У меня там в джинсы просто не вылезает уже ничего. А на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальчики вверх. А я вас обнимаю, целую. И пусть удача всегда будет с вами. Пока-пока.